Дали-дури-дали-дури-дали-далалэ Дали-дури-дали-дури-далалэ Дали-дури-дали-дури-далалэ Привет, друзья! Ну, кто не любит цыплят табака? Или тапака? Как правильно? Правильно и так, и так. И тапака, и табака. Вы спросите, я с какого бодуна здесь табак? Нет, ребятки, здесь не табак. Дело не в табаке. Дело в том, что тапака это грузинский вариант. А вот табака это турецкий вариант. С турецкого языка слово табак переводится как тарелка. Это блюдо крайне популярно в Турции, в Грузии, ну и во всех национальностях Кавказа. От себя я могу сказать одно, что это блюдо на сегодняшний день уже народное. Нельзя сказать, что оно принадлежит какой-либо национальности. Каждая семья в Советском Союзе делала. Сегодня в современной нашей России практически все делают свои вариации, как бы цыпленочка под прессом, с замечательным чесночком и другими травушками. Сегодня и я хочу вам показать ресторанную версию, которая была еще при Советском Союзе, когда я был еще молодым поваром. Мы делали в одном из ресторанов. Я работал в городе Караганде. Каким образом вообще готовится это блюдо? Из чего? Оно готовится из молодых цыплят, маленьких цыпляточек. Я хочу вам предложить приготовить его из французского цыпленка Кокле. Вот такие вот цыплятки. Это уже достаточно взрослая птица, несмотря на то, что она такая маленькая. Вес ее 400, в среднем 400-450 до полукилограмма. Почему они такие маленькие? Во-первых, их не кормят различными стимуляторами роста. То есть это цыпленок не бройлерный. Второй момент. Корма. У них особые корма. Это не просто какие-то производственные корма для огромных птиц и фабрик. Нет, там подбираются для этой компании, которая выращивает этих цыпляток, особый корм для этих птиц. Вот этот, например, цыпленок, он, видите, желтоватого цвета. Его кормят кукурузой. У него особый даже привкус. Поэтому, друзья, если, например, в вашем городе, в ваших супермаркетах есть такие цыплятки, крайне рекомендую. Они нежные, вкусные, готовятся очень быстро. И для нашего блюда подходит просто изумительно. Французы, как всегда, оригинальные. Ну, конечно. Это невероятно популярный цыпленок во Франции. Его готовят практически в каждом ресторане. Вот видите, он какой хорошенький. Вот такой вот малюсенький. Так, убираем железу. Хорошо. Я его разрежу по спинке. Вот таким вот образом. Многие отбивают этих цыплят молотком. Ломают им косточки. Ребята, я вам не рекомендую этого делать, потому что, ну, это некомфортно кушать, допустим, цыпленка, особенно такого маленького с переломанными костями. Это же не рыба. Второй момент. Многие его маринуют, оставляют на ночь, на несколько часов и тому подобное. Это тоже в ресторанах никогда не делали. Специи, которые, допустим, вы используете для маринада. Они ведь начнут гореть. Единственная специя – это соль и черный перец, причем крупно дробленые. Все остальные специи я дам в конце. И вы увидите, каким образом наш цыпленок будет вот именно того самого грузинского вкуса. Соль. Соль можете прям не жалеть. Курица очень хорошо воспринимает соль. И ее сложно пересолить. Вот, обильно, обильно его сложили. Так вот. Чуть-чуть можно просто вот суставчики подломать. Как всегда помассажировали. Да, помассажировали. Видите, я просто его из суставов выбираю, но не ломаю ему косточки. Отлично. Убираем его в сторонку пока. Что очень хорошо сочетается вот с жареной курицей? Ну, как ты считаешь? Картофель. Да, картофель. Рис подварной. Овощи. Овощи. Совершенно верно. Я сегодня приготовлю рис. Так, как мы это делали вот много-много лет тому назад. Обычный круглый рис. Чтобы сделать вкусный рис, я добавлю небольшие специи. Вот это у меня кардамон. Видите? Я положил много зерен. Я не буду их использовать все. Я просто сделаю микс специй. А это у нас с вами гроздика. Это отличное-отличное сочетание. Вы будете добавлять его в различные блюда. Рыба, мясо и тому подобное. Ну вот. Вот что у нас с вами получилось. Порошочек. Вот такой порошочек. Невероятно пахнет. Итак, здесь у меня кардамон и гвоздика. Рис. Что с ним делаем? Моем. Мы с вами готовим не ризотто. Для ризотто рис никогда не моют. Ну и другой там рис. Рис арборио, ну и тому подобное. Кстати, я собираюсь сделать в ближайших наших видео невероятные ризотто с креветками. Ой, мамма миа. Ну, это позже. Сегодня мы делаем с вами цыпленка табака. Мой мыло. У меня здесь стакан риса. Набираем точно такой же объем стакан воды и одну четвертую воды. Именно для круглого риса такие пропорции. Половинку чайной ложки соли. Ложечку сливочного масла. Зубец чеснока. Маленькую луковичку. Видите, я сохранил попочку, чтобы она не развалилась. Но центр порезал крест-накрест. Во время варки она раскроется и отдаст свой вкус. И буквально чуть-чуть, видите, на кончике ножа. Наши специи, которые мы с вами сделали. Доводим все это дело до кипения. Итак, рис наш закипел, ребята. Помешали его. Сделали самый маленький огонь. Самый минимальный. Закрыли крышечкой и минут 10. Прежде чем начнем жарить курочку, мы сейчас с вами приготовим заливку из вина. Сухое вино белое. Добавляем сюда наше вино хмели-сунели. Замечательная грузинская специя. Обожаю ее. Пол чайной ложечки. Вот так. Сладкая паприка. Пол чайной ложечки. Это у нас сухой кориандр. Это на чайная ложечка. Давайте измельчим. Столовая ложка петрушки. Выдавливаем два зубца чеснока. Вот эта вот заливочка, она нам понадобится в самом конце, когда курочка уже будет готова. Для того, чтобы приготовить вкусного цыпленка на баках, нам нужно топленое масло. Как его сделать, посмотрите в этом видео. Приготовьте хорошую сковородку. Чугунную, гриловочную. Короче говоря, какая и есть. Вам понадобится кусочек пергаментной бумаги. Я буду использовать для пресса обычную кастрюлю. Столовую ложку оливкового масла. Большую столовую ложку нашего маслица. Сковородка у нас готова. Кладем цыпленочком. Закрываем бумагой. Ставим пресс. Огонь не делайте сильный. Огонь должен быть, знаете, если у вас, например, плита 5 делений, то ставьте где-то на троечку. Каждые буквально 2-3 минуты так посматривать, что же там происходит. Если хорошо подрумянилось, сразу переворачивайте. Ну вот, рисик наш готов. Все это можно выбрасывать. Сейчас буквально через 5 минут начнем сервировать. Смотрим, что с нашей курочкой. Я уже один разок ее перевернул. О, красотуля. Да. О, красотуля. Наверняка вы все знаете, как определить, что курица готова. Протыкайте в самом толстом месте ножом и смотрите. Если не выходит кровавый сок, значит она готова. Еще один вариант, очень хороший. Имейте надо термометр кухонный. Если у вас 75-80 градусов в куске, значит она готова. Да, в самом толстом месте. Вот у нас в среднем 62 градуса. Еще буквально пару-тройку минут и она будет готова. А не надо ли огонь еще делать? А у меня вообще на двоечке. Плита у нас бешеная. Есть. Ага, закрываем. Такой цыпленок готовится не более 12 минут. Потом, когда мы еще с вами будем делать эту винную заливку, он еще получит баню эту мощную, шок. И, конечно же, все, что еще там было сыроватое, все приготовится. Итак, друзья, у меня прошло 13 минут. Наша курочка готова. Переворачиваем. Я ее в итоге перевернул три раза. Четвертый раз. Я кладу помидорку. Наша заливка. Вот так вот, да. Закрыли. Буквально одну минуточку. Наша курочка готова. Я выключил плиту уже, все. Вот, посмотрите-ка. Видите, что происходит? Ай-ай-ай, красота какая. Вот так вот. Спервой выварился, а остается все заново. То есть у нас здесь с вами и чесночок, и лучок, и различные специи. При этом наша курочка поджаренная очень хорошо, хрустящая. Все. Готово. В сторонку. Отлично. Курочка готова. Время сервировать. Перчик положил. Для настоящих джигитов. Я не могу. Хорошо, давайте начнем с риса. Очень аппетитный. Ох, этот рис можно кушать без всякого цыпленка. Маслица, специи, которые мы добавили, лучок, чесночок, его до такой степени облагородили. Он просто красавчик. Наша курочка. Видите? Несмотря на то, что она у нас была под прессом, она у нас до сих пор сочная. Вот то, что нужно. 13 минут для этой курицы вполне достаточно. Вполне. Маленькая. Маленькая, да. Но, несмотря на то, что маленькая, все равно это курица. Нужно помнить о том, что сырую курицу кушать нельзя. Косточка у нас тоже прожарилась. Сочная. Но в то же время, опять же, посмотрите. Все, вот. Видите? О, прекрасно, прекрасно. Кстати, помидорки. Вот помидорки прям берете и деребаните их. Вот таким вот образом. Они теплые, мягкие. Фактически у нас как дополнительный соус. Ой, как же это пахнет. Боже мой, боже мой. Так, прекращай. Ты хочешь, чтобы мы все поумирали. Ой, каюсь. Да, да, да. Не обращаю на вас внимания. Наслаждаюсь курочкой. Друзья, вот этот трюк с вином обязательно повторяйте. То есть получается, что мы, когда жарим с вами курицу, образуется там эмульсия естественного жира курицы плюс сливочное масло, оливковое масло. Как только вы наливаете туда вино, сразу он начинает густеть. Плюс, конечно, все специи раскрываются. Вот о чем я говорил в самом начале. Не нужно мариновать ее заранее. Зачем? Вы сразу заливаете специями. Буквально несколько секунд покипело. Специи сохранили свой цвет, свой аромат. И все это передалось курице. Вкус божественный. Друзья, на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Вы что-то нашли для себя новенькое. Новые подписчики, приветствую вас. Наши спонсоры, спасибо за вашу помощь. Очень рады, что есть люди, которые неравнодушны к нашему каналу. Тем не менее, друзья, никаких обязательств. Приходите просто так. Мы ничего не от вас не ждем и не просим. Можете помочь, помогите. Не можете, не надо. Рады вас всех видеть. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин